Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего. В колледже техники, технологии и дизайна действует музейная комната «Штрихи эпохи». Еженедельно в учебном заведении для учащихся и школьников проводят экскурсии. Ребята узнают историю профессионально-технического образования, которому в 2020 году исполнилось 80 лет. А также Нина Михайловна, руководитель музейной комнаты, знакомит молодое поколение с этапами развития учебного заведения. И за более чем 45-летнюю историю работы колледжа достижений в копилке много. Ведь здесь до сих пор готовят профессионалов своего дела. А рассказы о выдающихся выпускниках и работниках воодушевляют учащихся быть лучше. Система профсехобразования была открыта в 1940 году. Тогда, в то время, наша Белоруссия входила еще в состав Советского Союза. Вы это знаете из урока истории. И страна тогда, ребята, очень нуждалась в рабочих руках. И вот профтехшкола была призвана для того, чтобы готовить учащихся для работы. В нашей музейной комнате отражена история нашего учебного заведения. Учебное заведение было создано в феврале 1974 года. И называлось Гродненское, профессионально-техническое училище 120 техсильщиков. Мы готовили кадры для Гродненского предельно-нитошного объединения. А в 1981 году на базе учебного заведения уже у нас открыла швейная группа. Расширился профиль учебного заведения. Нина Михайловна начала работать в колледже заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Однако расставаться с любимым учебным заведением не захотела. И теперь весь свой накопленный жизненный опыт и знания она передает молодому поколению. Мастерские надо было заполнять оборудование. Вот это ребята, это не цеха производственная, это наши мастерские. У нас сейчас этого оборудования там нет, потому что мы уже не готовим по этой специальности. Книги, фотографии и форма одежды. Экспозиция была создана в 1985 году. С каждым годом фонд музейной комнаты пополняется. Нина Михайловна создала инициативную группу, в состав которой вошли преподаватели, выпускники и учащиеся колледжа. Когда у нас возникла идея создания музейной комнаты, мы начали собирать материал. Мы начали звонить тем, кто уже перестал у нас работать фотографии. Очень большой вклад в организацию, в содержание музейной комнаты внесла Губаревича Ирина Ивановна. Она была тогда преподаватель эстетики. И вот она работала с материалом. Мы вместе подбирали фотографии, работала с материалом. И потихоньку накапливался материал, накапливались фотографии. И так создавалась музейная комната. Но музейная комната, она не стоит на месте, она все время пополняется материалами. Мы пополняем современными материалами. Вот сегодняшнего дня у нас размещены здесь вот фотографии учащихся победителей WorldSkirs, победителей всевозможных конкурсов, всевозможных соревнований, спортивных соревнований. Материалы пополняются, а собирал материал весь коллектив нашего учебного заведения, учащиеся, у которых были фотографии, они что-то считали нужным сюда внести, разместить. Мы это все сюда, все вкладывали в содержание музейной комнаты, и это все есть. Патриотизм, ответственность и расширение кругозора. Ребята с гордостью и интересом узнают о своем любимом колледже. Также экскурсия в музейную комнату входит в программу адаптации первокурсников. Больше всего понравилось смотреть на знакомые места колледжные, так как здесь есть старые фотографии, можно посмотреть, какими они были в прошлом. Мне понравилось то, что мы получили такую грамоту, которой мы гордимся. Это в соревнованиях социалистическом, всесоюзном. То, что это очень сильно запомнилось, то, что это было очень почетно. Также мне понравилась моя экскурсия, мне понравилось, как преподали материал, и то, что я смогла окунуться в атмосферу этого времени. Также я бы хотела отметить, что здесь раньше не обучали парней, потом все более расширилось. Сначала здесь были именно девочки, им даже шили форму, бесплатно кормили, а затем тут также стали обучать парней. Больше всего мне понравилось, что нам рассказали про информационное отделение, потому что я учусь на программиста, и больше всего мне это интересно. Вот на этих снимках вы видите, как выглядели наши учащиеся. А это вот последняя форма. Вначале у нас в учебном заведении обучались только девочки. Только девочки. И вот мы им выдавали платье, бесплатно кормили учащихся четыре раза в день, бесплатное общежитие. Но здесь, ребята, вот это люди, которые внесли очень серьезный вклад в развитие нашего учебного заведения. Это наши первые выпускные группы. Учебное заведение прошло такой сложный, очень серьезный, и, на мой взгляд, очень толковый такой путь реформ. И сегодня, конечно, это современное, многофункциональное, многопрофильное учебное заведение. Я считаю, это ведущее учебное заведение Гродненской области. Оно внедряет новые технологии обучения, воспитания. Очень следит учебное заведение, отслеживает потребности рынка, открывает новые специальности. Патриотическое воспитание молодежи, профориентация и волонтерская деятельность. Нина Михайловна старается с ребятами работать по трем направлениям. Как считает руководитель музейной комнаты, такой подход позволяет воспитывать профессионалов своего дела и достойных граждан нашей республики. КОНЕЦ